45 новинок мирового автопрома. В Киеве стартовал фестиваль New Car Fest. На нем представили машины различных классов. От бюджетных до новейших электромобилей. Изюминка фестиваля. Первый украинский суперкар Химера Кьюм с выставки железных коней Владимир Гросул. Двухлитровый мотор и электродвигатель. Под капотом этой машины они работают в тандеме. На скорости до 40 км в час авто использует электричество. Если надавить на педаль газа еще сильнее, автомобиль автоматически переключается на подачу бензина. Таким образом действительно добиться расхода в пределах 3 литра в городе абсолютно ревно. Абсолютно верно. Бензин 3 литра. То есть этот автомобиль может позволить. А эта модель подойдет для ценителей автомобильной мощи. 310 лошадиных сил. За неполных 6 секунд она разгоняется до сотни. В США такие машины называют маслкар. Отличительная черта характерный рев двигателя. Водители таких авто любят показать мышцы на дороге. То, что он привносит именно в класс маскалкаров, это становится потом нормой для остальных производителей. В этом и есть успех этого автомобиля. В первую очередь. В этой генерации сзади уже не разрезной мост, а независимая подвеска. При этом с помощью технологий программных устроено таким образом, что вы можете почувствовать старый добрый задний привод. Тренд второго десятилетия 2000-х – эко-кары. Производители все больше уделяют внимание этому аспекту. К примеру, этот кроссовер работает как на дизельном, так и на бензиновом топливе. Его выхлопы намного меньше загрязняют окружающую среду. Технологии как бы не стоят на месте. Вы же видите, сейчас все производители уменьшают объем двигателя, увеличивают его мощность. Как бы этого требует экология, для того, чтобы меньше выбросов было в экологическую среду. Больше всего внимания посетителей фестиваля приковано к самому дорогому украинскому автомобилю. А это суперкар украинского производства Химера Кью. Максимальная скорость этого зверя – 350 км в час. А стоимость Химеры стартует от 700 тысяч евро. Правда, это лишь концепт-кар Химеры. Оригинал появится на рынке в ноябре этого года. Особенность фестиваля – возможность тест-драйва почти любого автомобиля. Владимир Гросов, Дмитрий Гришко, UATV.